Да, значит, тут история такая. Это вторая часть, собственно, как это, как известно. Да, здравствуйте, у меня все, что зовут Георгий Григорьевич. Я, в общем-то, решил рассказать об одной совершенно незначительной штуке, о своих наколенных скриптах, которые я делал для того, чтобы управлять виртуальными машинами, для того, чтобы в этих виртуальных машинах можно было запускать Linux, для того, чтобы из этих Linux можно было делать сетевую конфигурацию и выставить так, что я делал два доклада. Вот, значит, это о курсе, который называется «Сети в Linux», если коротко, который я замыслил довольно давно. Вот, потом я его, один раз я его прочел ажно в 2004 году, второй раз в 2013, а потом я что-то вроде, значит, даже серии некоторые запустил, сейчас я посмотрю, будет, не будет. В этой серии, которая уже идет из года в год, примечательный вот этот самый 20-й год. У меня мой коллега, и он вынужден был читать курс «Архитектура современных маршрутизаторов». Что это такое? Понятно, либо ты сыпаешь названиями в течение всего семестра, либо что? И он говорит, ну, слушай, у нас совсем никаких… Ты в Linux маршрутизация есть? Я говорю, есть. А ты не можешь рассказать про маршрутизацию? Я могу. И, значит, там было 4 часа лекции про маршрутизацию в Linux L1 и L2. А в конце семестра он говорит, а, слушай, у нас так вышло, что по моему курсу никаких практических заданий нет. Ты же можешь сделать практические задания? Я говорю, могу. И на следующий год я уже, значит, решил этот курс сделать уже большим. Вот. Ссылки у нас не работают. Да, ссылки не работают. На YouTube. Заработало. Ну, вот сейчас посмотрим. Да, вот это вот кадры с вводной лекции. Вот это я. Вот там был… Вы видели, да? Там был карьер, который несет пакет, а в пакете… Ну, несет фрейм, а во фрейм и пакет. Ну, вот это все. Вот. Дальше там был TCP, IP по уровням разбирался. Ну, это, собственно, план, может быть, видно. Интерфейсный, сетевой, транспортный, прикладной, значит, фаерволы, одна лекция. Вот. И в конце, значит, там фаерволы и еще про ВБН я рассказываю. Вот такой вот курс. Значит, формат у него какой? Это аудиторная лекция. Вот та самая, где сидит фан-клуб и примкнувший к ним Дмитрий, который мой студент не имеет права уходить. Вот. И, значит, остальное идет в скринкасте. Это все записывается, монтируется. Все это можно смотреть в реал-тайме, можно смотреть в записи. Все такое. Вот. Значит, очень много скринкаста, потому что, понятно, технический, ну, так же, как с питончиком моим, это технический, тема техническая. Я, значит, все делаю на экране, настраиваю всякие, значит, уровни этих сетевых протоколов прямо виртуалочке. Вот. Да. Ну, вот, значит, такая вот такая подача. Практику по этому курсу нет, поэтому очень много практики прямо на лекциях. Мне прям люди говорили, смотрите, лабы и лекции в одном флаконе. Вот. Значит, какие инструменты? Я взял нашу сборку AltGeos, Just Enough Operating System без ничего, и точечно ставил туда все нужные пакеты, и еще подкладывал разные удобные штуки, чтобы потом можно было этими вот Geos'ами пользоваться. Сформировал образ для виртуалбокса, по ссылке его можно скачать. Вот. И все это засунул в виртуалбокс. Почему не в Куему? Потому что в виртуалбоксе есть абсолютно шикарная, абсолютно шикарная для преподавания сетевых технологий штука. Для того, чтобы объединить несколько виртуальных машин в несколько сетей, ты должен просто эти сети назвать. Сам факт появления названия сети и ассоциации его с соответствующим интерфейсом приводит к тому, что эти компьютеры объединяются в эти самые виртуальные сети. По-моему, лучше ничего не придумаешь. Еще тут по ссылке есть Shell-сценарий, который я написал на этот счет. Мы, кстати, просили перезапустить таймер, кажется. Ну, в общем, они делятся на две части. Shell-сценарий управления образами. Я с невероятной скоростью прямо на лекции создаю новые копии чистых виртуалок, потом их пальцами настраиваю, объединяю. Вот это вот все делается скриптом. И внутри виртуалок есть некоторые костыли для упрощения настройки. И для удобства всяких. Какая отчетность по этому курсу? Есть регулярные домашние задания. То есть, дорогой студент, пожалуйста, сделай такие-то вертолки, добейся, чтобы там так-то работало. Тагированный влан сделай, чтобы между этими двумя был тагированный влан, а потом он раскрывался в нормальный интернет. Тут парочка моих студентов написала о системе проверки домашних заданий, которые можно прикрутить, вот эти отчеты, высланные изнутри виртуалок. Там просто обычный скрин, это как называется, рекорд чего-то, забыл. Скрипт запускается, то есть он прямо следит за тем, что человек ввел с командной строки, а потом проверяет, какая была выдача. И даже есть некоторый фронтенд. У нас работают ссылки? Ну давай, ссылки, работайте. Вот, ссылки, работайте. Ну, в общем, у этого инструмента, который называется отшморкер, есть даже фронтенд, вот он так выглядит. Вот, пожалуйста, люди, присутствующие здесь, эстраханцев. Дмитрий Андреевич, вот, тоже перечислен. В общем, вот, такая вот форма отчетности. Вот, так это все происходит. А вот, что дальше, вопрос интересный. Потому что, как я уже говорил, сколько у нас еще кадров? А, все. Потому что я уже говорил, сам курс, он понятно, как устроен. Он очень жесткий. У нас есть CPIP, надо про него рассказывать. Надо рассказывать, как это все реализовано. В Linux, конечно, да, кстати, я забыл сказать. Вот этот образ, он занимает 230, что ли, мегабайтов. Потому что, когда я делал опросник, дорогие студенты, вы хотите нормальный ГУИ с кнопочками, менюшками и всем остальным, но он 3 гигабайта будет? Или мы будем хардкорно в консоли, но он будет, значит, маленьким? Мне все хором сказали, хардкорно в консоли, ни одного голоса за кнопочки и менюшки не было. Поэтому там, значит, просто консоль, в которую вы заходите. И, кстати, вот этот набор утилит, который я наваял, он как раз для того и нужен, для того, чтобы с этой консолью было удобно работать. Мы не работаем, я не работаю на лекции с VirtualBox консолью. У меня запущена консоль на компорту, она вывешена на соответствующий CPIP порт, я туда просто этим самым сокатом подсоединяюсь, и там все очень красиво, цветные буковки, копипастно работает из консоли куда угодно. Ну, в общем, удобно. Вот, значит, какие планы по этому курсу? Я очень хочу перейти на, между прочим, эту платформу, это не реклама, я правда хочу, для того, чтобы вот этот образ, который я собирал пальцами, руками, точечно в течение двух лет, собирался автоматически по профилю. Очень хочу. Подвертолбался хотя бы. Вот, значит, во-вторых, есть целая задача, которую я пока никому не выдал, никакому из своих студентов, и это сделать такую автонастройку сети, такой, значит, я забыл это слово, чеф, папит, для бедных, когда вы просто путем перекидывания одного красивого файла или редактированный одного красивого файла, заранее планируйте, какая у вас будет топология сети, с какими там сетями, как они называются, вот это все, потому что я уже немножко так делаю в своих скриптах, а надо, чтобы это было систематизировано. И еще одно направление, которое очень хочется сделать, это чтобы эти образы можно было использовать в курсовых, вернее и так, их уже можно использовать в курсовых, я присутствовал на полуторазащитах, где они взяли вот для того, чтобы, значит, свои там какие-то модели суперкомпьютеров смоделировать, они взяли просто вот этот самый альтпрактикум, ну в смысле леопартикум, вот этот вот образ, значит, для селекции, а я уже заканчиваю, вот, и просто их там автоматически, значит, деплоили, вот, но понятное дело, что для защиты курсовых, наверное, туда надо доставлять какие-то специальные еще дополнительные софт, вот, чтобы он только был небольшой, ну вот, вот такие мои планы. Собственно, все, весь мой рассказ, спасибо, спрашивайте. Спасибо большое, давайте вопросы. Да, спасибо за доклад, вопрос по поводу профиля и сборки вот этого удачного дистрибутива, даже два вопроса. Первый вопрос, а если там нет профиля, то как же он собирался, это был дистрибутив, из него выкидывалось то, что не нужно руками. Это был дистрибутив Just Enough Operating System, там ничего нет того, что не нужно. А потом было добавлено, так что ли? Да. А потом было сделано так клонзилой и роддено студентом. Да нет, это просто область виртуалки, его не надо делать клонзилой. Тогда я не знаю, как это можно без профиля, если профиль-то, наверное, уже есть тогда. Есть виртуалка, уже настроенная и работающая. Она задерживается как образ виртуалбоксе. Все. Вообще ничего не нужно. С этим проблем нет. Вообще. И второй вопрос, если она будет, ну такой профиль построенный, на нем действительно удобно преподавать сетевые науки, то как он будет выкладываться? Ну как? Я в гид его положу и все. Это возможно будет распространить, внедрить? Это первое, что это будет распространить. Ну как это? Я это положу в гид, если кто-то захочет взять, берите. Так нет, тут же сайт-платформы уже говорили, когда Андрей доклад делал, что нужны какие-то документальные, пройти через какие-то документы, чтобы это можно было распространить. У вас эти документы засели в голове, это говорил не Андрей, а Алексей, и он говорил совершенно по другому поводу. Выясните у него, пожалуйста, что документы имел в виду. Нет, к кальплатформе это не имеет отношения. А это будет выложено в виде профиля, чтобы любой мог запустить профиль и собрать? Или это именно в виде образа будет? И то, и то. Ну то есть можно будет в виде профиля собрать и документы оформлять не надо? А, документы. Нет, не надо. Хорошо, спасибо. Давайте какие-нибудь другие вопросы, пожалуйста. Ну, вот, нет, есть вопрос. Что касается VirtualBox, все-таки с производительностью там как? Значит, с производительностью там так. Выяснилось, что обладатель счастливых современных маков на процессоре M2, M1, M3 и так далее не могут запускать мой образ x86-64 на VirtualBox, потому что там VirtualBox только M2 умеет эмулировать. Поэтому один благодарный слушатель, не студент, а какой-то сотрудник солидной компании предоставил мне во временное владение дистанционно с ССХ на свой рабочий мак, в котором мы запускаем специальную систему полной виртуализации под мак, под названием LinMon или что-то в этом духе, внутри которой ставится Linux с VirtualBox, внутри которой все это запускается и работает с очень приличной скоростью. Ответ на вопрос о скорости. Второй вопрос. Про автоматизацию развертывания. Опять же, VirtualBox как с этим справляется, в отличие от Q2? Никакой автоматизации развертывания, но в нашем случае она и не нужна. Это, как видите, в планах пункт номер два. А в нашем случае она не нужна, потому что планирование в голове вот этой топологии и потом ее решительная настройка, это и есть домашняя задача. Спасибо. Что, еще вопрос? Давайте. Здравствуйте. Вопрос. Другие технологии. Ну, я понимаю, что VirtualBox нужен для поддержки других операционных систем, но не рассматривали ли вы вариант использования контейнеров? Вариант использования контейнеров для настройки сети лучше, пожалуйста, никому не рассматривать. Будет очень-очень много граблей. Это проверить. Нет, только ему создался вопрос. Создался. Спасибо. Все, коллеги, спасибо большое. Спасибо, Георгий. Следующий доклад. Спасибо.